Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня мы продолжим изучать миранский вариант славянской защиты на примере партии самого главного специалиста по данному построению партии Алексея Дреева. Данная партия была сыграна в Ленарисе в 1999 году черными фигурами против Кришнана Сашикирана. Сашикиран начинает игру ходом ферзевой пешки, черный отвечает симметрично и после начальной ходу на доске получается славянская защита. И белый, и черный развиваются, следует продолжение Е3, ход Е6. После развивающего хода конь Ф3 белый атакует центральное поле Е5, черный защищает это поле попутно развиваясь. И вот на продолжение слон Д3 черный сдают центр разменом на поле С4, но при этом решает проблему с развитием своего белопольного слона, выводя его на большую диагональ и в дальнейшем планируя подрыв центра путем С5, вскрывая эту диагональ. Сашикиран уводит атакованную фигуру, Дрея фенкетирует слона и белый отвечает ходом Е4, используя свое пешечное большинство в центре доски. Черный нападает на коня с идеей атаковать центральную пешку белых, так после отступления коня не подрывает сразу центр ходом С5, нападая на пешку Е4. Пешка продвигается вперед контратакуя коня, конь уходит на поле Д5 и начинаются размены на поле С5. Итак, белый пробили один раз на поле С5, черный забрали конем, и после взятия на поле С5 конем, черный отыгрывает фигуру ходом слон С5. Ну и в этом положении очень заманчивым выглядит шаг с поля Б5 для того, чтобы лишить вражеского короля рокировки. Но как показала партия Бента Ларсена, которую я уже разбирал на своем канале, это положение оказывается неожиданно в пользу черных. Ссылку я прикрепляю вверху экрана, также вы сможете ознакомиться с данной партией по окончанию этого ролика. Так что, будучи знакомым с опытом Бента Ларсена, белый отказывается от шага с поля Б5 в пользу рокировки в короткую сторону. Черный теперь берут под контроль поля Ж5, не пуская сюда белые фигуры. Белый открывает диагональ для своего ферзя, можно вбросить его на королевский фланг для атаки, а также конь может подключиться через центр доски. Ну и здесь, учитывая такие вот агрессивные намерения индийского шахматиста, черный отказывается от рокировки в короткую сторону, временят с ней в пользу продолжения ферзь С7. Они привязываются к центральной пешке Е5, а королем при случае могут пойти в искусственную рокировку пешком до поля Ж7. Белый защищает атакованную пешку, черный делает еще один полезный выжидательный ход ладья Д8, создавая рентген против слона, а также ферзя белых. Был сделан ход конь Е4, создается угроза размена на поле С5 с получением преимущества двух слонов, поэтому Дреев отступает слоном на поле Е7. Белый переводит коня на Ж3, черный играет Ж6 и подготавливает маршрут своему королю. Сашикеран заканчивает развитие легких фигур, черный начинает маржу бросок своим королем до поля Ж7, белый соединяет между собой ладьи, Дреев делает то же самое. Ну и по итогу дебюта получилось крайне запутанное положение со взаимными шансами. Белый с темпом захватывает открытую линию, ферзя отступает на поле Б6, и здесь Сашикеран устанавливает ладью на линию Д. И вот что написал сам Алексей Дреев по поводу этого положения. Сашикеран делает новый ход. Позиция в партии интересна тем, что на доске возник своеобразный взаимный цукцванг. Каждой из сторон трудно находить ходы, которые бы не портили позиции. На мое счастье, пешка А об этом не догадывается, и у черных находится полезный ход, не портящий позиции. То есть здесь Дреев сыграл А5, белый также делает выжидательный ход А3, черный продолжает движение пешки А, и в этот момент белым необходимо было продолжить маневрирование и сыграть, скажем, конь Е4 со сложной позицией. Вместо этого Кришнан сыграл слон Б5, погнался за пешкой А4, продолжение которой является серьезной ошибкой, поскольку теперь черный использует ослабленный пункт Ф4. Они играют слон Ж5, и положение белых становится критическим. Угрожает прыжок коня на поле Ф4 с атакой слабой пешки на поле Ж2, а также с атакой Ферзя. Белый взяли жадно пешку на поле А4, черный вбрасывает коня в зону с атакой Ферзя, и лучше всего здесь белым было пойти на размен Ферзей, для того, чтобы облегчить себе оборону. Так, после размена на поле Б5, у черных есть комбинационный удар Ладия Д2, временно жертвуя качество, но затем черный отыгрывает это качество комбинационным ударом коня H3. Итак, черные отыграли качество и пешку, получили преимущество двух слонов. У белых слабая пешка на поле Е5, а также необходимость защищать своего короля, который также является не очень обеспеченным. Все это говорит о преимуществе черных в окончании, но бороться здесь еще можно. Вместо этого Саша Киран взял на поле Ф4, и данный ход является уже решающей ошибкой. Поскольку черный забирает слоном, угрожает взятие на поле С1, а также удар на поле Ж3, используя связку по диагонали. И белые несут материальные потери. Индийский шахматист сыграл Ладия С4, черный забирает коня, используя связку. Кажется, что белые ловят слона, поскольку у него нет полей для отступления. Но вот ходом Ф5, черный контратакует белого слона. После размена на поле Д8, и худа слон Б5, Дреев проводит кабаний удар, жертвуя Ферзя. И после взятия на поле Б5, черный объявляет шах, приходится перекрываться своим Ферзем. Теперь комбинационным ударом слон H2. Черный отыгрывает Ферзя, оставаясь с лишней фигурой в окончании. Еще был сделан ход Ладия Б4, но после ответного слона Д5, белые признали себя побежденными, поскольку у них под боем и пешка на поле Ф2, и пешка на поле А2. Вот такая интересная партия в исполнении настоящего апологета славянской защиты Миранской системы Алексея Дреева. И если вам эта партия понравилась, ставим палец вверх, подписываемся на обновление канала, пишем комментарии, делимся роликом в социальных сетях, и до скорых встреч!